Это объекты культурного наследия. Сейчас здесь полным ходом идет реконструкция. Заново отстраивают вторые этажи. Если эти дома под круглосуточным наблюдением строителей, то вот эти тоже входящие в исторический квартал. Реконструкция пока не коснулась, и они с периодичностью горят. Никто не охраняет. Она никому не нужна. Около 10 пожаров за год, но вместо охраны попертые двери, бездомные и горы мусора. Последнее возгорание здесь было буквально две недели назад. Прокуратура Зеленодольска считает, архитектурный комплекс вообще не охраняется. Эти пожары явились следствием умышленных поджогов, носят систематический характер, и это может закончиться тем, что исторически ценные объекты будут полностью уничтожены. По результатам проверки в адрес руководителя исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района было внесено представление. Статус памятников присвоен только восьми домам. Остальные 18 практически расселены, говорят в исполкоме. Договор с частной охранной фирмой истек еще в сентябре. Нанимать ее снова здесь не видит смысла. В любом случае к каждому дому охранника не поставить и огородить этот квартал целиком с забором, условно говоря, пока не представляется возможным, потому что там есть внутренние приездные пути. Патрульные машины все же делают регулярные объезды исторического центра. В администрации надеются и на инвесторов, которые возьмут под защиту дома. Два инвестора готовы взять где-то около 10 домов, 12, но, к сожалению, пока идет такая проработка, что в этот приказ от Минкульта, которым он признан как достопримечательное место, необходимо, наверное, носить какие-то изменения. К слову, ставить охрану тоже нужно вовремя. Мергасовский дом в Казани. Он ждет реконструкции после нашествия мародеров и пожара. Все-таки обнесли забором и поставили под наблюдение. Сейчас здесь все меньше случайных посетителей. Ограничили доступ и к единственному в Казани и Татарстане третьему из семи российских пассажей Александровскому. В 2017-м в самом центре Казани горело здание фабрики братьев Крестовниковых. Огонь чуть не уничтожил исторический объект. Анна Городнова, Рина Цафина, Дальмин Дубаев, ТНВ, Зеленодольск, Казань.